всем привет вы на канале тактик медиа с вами архивная революция я михаил тимин и сегодня у нас в гостях историк кандидат исторических наук сергей владимирович потянь приветствую здравствуйте уже не зрители продолжим про борьбу на коммуникациях это всегда интересно ну наверное не всем к сожалению потому что многие любят вообще большие корабли до большие пушки до большие пушки и вот в итоге как однажды было сказано в результате из войны на море выпадает месяцы и даже годы точно но мы как профессионалы рассматриваем логистику в первую очередь да и сегодня мы так сказать вот обрисуем ситуацию на коммуникациях так в целом на более низкий уровень конкретных примеров перейдем наверное следующий раз но отлично и начнем с наших горячо любимых южных итальянцев так то мы больше любим итальянок конечно но поговорим про итальянцев ладно так и быть ну как многие наверное догадываются знают и воспринимают как само собой разумеющийся главной коммуникацией для итальянского флота во второй мировой войне была коммуникация связывающая материковую италию с колониями в северной африке вот довоенными планами считалось что ливия продержится на имеющихся запасах 6 месяцев вот как вы думаете михаил сколько в реальности 2 месяца не угадали первый запрос на поставку снабжения в северную африку командование итальянского флота получила барабанная дробь на третий день войны обалдеть первый конвой вышел из неаполя 25 июня понятно на его борту находилась 1727 солдат и различные грузы ну в обратном направлении кстати вывозились мирные жители в большом количестве к середине июля 40-го года конвои в ливию стали регулярными и важными операциями для итальянского флота ну как правило путь от берегов сицилии до триполи занимал от полутора до трех суток в зависимости от скорости судов и выбранного маршрута в августе интенсивность конвоев в ливию резко возросла поскольку как мы опять же уже упоминали полным ходом шла подготовка к наступлению итальянских войск в северной африке в британское противодействие этим всем переноскам на данном этапе войны было минимальным настолько минимальным что наш небезызвестный марк антонио брагадин писал что корабли адмирала каннинхэма не сделали ни малейшей попытки помешать движению конвоев плохо обученные британские подводные лодки плохо обученные выпустили много торпед но не достигли никаких результатов бомбардировщики в то время еще имели ограниченный радиус действия фактически же что в общем то правильно он говорит до конца ноября действия англичан по противодействию конвоев не нанесли никаких потерь ну практически там потери конечно были но совсем-совсем минимальные в период с 10 июня по 30 сентября то есть как раз это период подготовки итальянского наступления в северную африку без потерь было перевезено более 148 тонн грузов техники припасов и несколько тысяч человек доходило до того что 29 сентября верховное командование потребовал от флота прекратить дальнейшее движение конвоев поскольку портовые службы в африке не справлялись с обработкой такого большого количества грузов вот то есть флот на данном этапе там в первые три-четыре месяца войны показал себя просто великолепно в это же время вот в период активной подготовки наступления итальянскому флоту пришлось наверное впервые заняться тем к чему он собственно до войны не готовился это организовывать прибрежные конвои от триполи ближе к итало к египта ливийской границе собственно к будущей линии фронта поскольку основные порты разгрузки триполи и бенгази находились в достаточном удалении от линии фронта о чем мы опять же уже говорили в одной из предыдущих лекций ну вот к сожалению так у нас и к счастью так уж вот выстроился этот цикл что какие-то мы яркие эпизоды упомянули а вот сейчас мы упоминаем вот эту рутинную работу которые многие не любят про которую мало пишут мало говорят но которые собственно как бы не важнее вот этих всех красивых ярких морских сражений да конечно и так значит вот для организации этих конвоев пришлось как мы уже говорили перебросить в северную африку дополнительный дивизион эсминцев дополнительные миноносцы в итоге даже там была сформирована новая девятая группа миноносцев значит каботажные эти суда если сообщение между италии и северной африкой там достаточно крупные и быстроходные вплоть до океанских лайнеров которые в довоенные годы ходили аж в нее там трансатлантических крупных то здесь это в основном велось на каботажных судах с парадной скоростью там 58 узлов и поэтому на маршрут от триполи до табрука уходила до недели то есть скорость движения тут были совершенно другие а в ходе сопровождения вот этих конвоев прибрежных погибло два миноносца 5 декабря калипсо и 23 фротели кайроли оба подорвались на минах поставленных британской подводной лодкой рокуэл причем это одна и та же постановка 9 ноября произведенная но в целом действия эскортных сил опять же были достаточно успешными значит с октября по январь с октября 40-го по январь 41 года в африку было доставлено безмало 200 тысяч тонн грузов с минимальными же потерями еще одним театром боевых действий на котором развернулись операции итальянского флота стала нижняя дрятика связано это было с подготовкой вторжения в грецию то есть в конце августа поступило указание о переброске в Албанию экспедиционного корпуса и в течение 10 дней с 10 по 20 сентября из бриндизи в валону и дураццо без малейших потерь было доставлено 40 тысяч человек больше 7700 вьючных животных 700 автомобилей и 35 тысяч тонн грузов 21 октября в бриндизи было сформировано в общем-то первое в итальянском флоте командование специально заточенные на защиту коммуникаций так называемое командование по защите судоходства в Албанию в итальянском телеграфном коде это называлось марит раф альба во главе его встал капитан первого ранга по латине а значит составе этого командования было передано два старых эсминца но они даже в конце первой мировой войны еще считались лидерами это карло мирабелло и август риботин 12 старых мироносцев колотофимико стальфидарда куртатонны мансамбана конфиенца с альфирино перстенари бассини фабрици медичи контора и стокку 4 вспомогательных крейсера рамп 3 капитана антонио чеки лага лан лага тана и лага зуава и 13 флотилии терапевтных катеров ну опять же в ночь на 12 ноября сорокового года произошло вот уже упоминавшиеся в одной из лекций крупные по меркам этого театра морское сражение когда эскадра британских крейсеров контр-адмирала предхому и пола совершила ночное нападение на конвой там как который скатировался мироносцем никола фабрици который героический был бой да вел бой героически но к сожалению подопечных своих уберечь не сумел там все четыре транспорта были потоплены данный бой оставшийся единичным имел далеко идущие последствия поскольку в дальнейшем итальянцы держали непосредственной близости вот эти коммуникации дивизию крейсеров и малейшие сообщения разведки о том что вот где-то появились поблизости британские корабли вот вызывало выход этих крейсеров в море на прикрытие соответственно данной важной коммуникации значит до конца сорокового года таких выдав выходов в море было три ой два в ночь на 4 и 14 декабря зимой сорокового первого года уже греческие эсминцы произвели несколько набеговых операций на ту же самую коммуникацию албанскую но встречи с противником не имели и в общем то никакого урона не нанесли в дальнейшем греческое командование решил не подвергать свои самые ценные боевые единицы ненужному риску и перевело их не на нападение на коммуникации противника на защиту своих коммуникаций вот кстати утверждается что идеологом вообще этих нападений использование эсминцев в качестве для набеговых операций стал какой-то архиепископ греческий до чего доходило влияние церкви до православной однозначно ну в общем в целом действие итальянских итальянского флота по защите албанской коммуникации можно считать вполне успешным до конца апреля 41 года то есть собственно до уже германского вторжения по ним было перевезено более полумиллиона человек причем потери составили меньше двух десятых процента больше полумиллиона тонн грузов с такими же потерями около 90 тысяч вьючных животных совершенно без потерь и более 15 тысяч единиц техники как это ни одно животное не пострадало в данном случае это абсолютно соответствует истине обеспечивая эти перевозки итальянские боевые корабли совершили 1070 выходов причем сюда не включены выходы от этих крупных кораблей на косвенное прилиптие конвоев единственной потерей понесенной итальянским флотом в данных операциях стал миноносец конфиенца ставший жертвой тарана своего же вспомогательного крейсера капитану антонио чекки понятно случилось 20 ноября сорокового года но можно отметить что и после оккупации греции данная коммуникация играла важную роль в итальянском раскладе итальянских сил и отвлекал на себя достаточно мощные силы итальянского флота в общей сложности до выхода италии из войны в сентябре 43 года по данной коммуникации было перевезено 895 тысяч человек и больше миллиона триста восьмидесяти тысяч грузов общие потери были минимальными вот тот же самый уровень две десятых процента личного состава и пол процента грузов значит одной одним из важных последствий вторжения италии в грецию стала изоляция итальянских дадеканесских островов поскольку если раньше там итальянские суда еще ходили через греческие там пусть не территориальные но по крайней контролируемые греками воды то с началом войны это уже стали вражеские воды на островах стало ощущаться последствия нехватки грузов и продовольствия в том числе для решения этой проблемы итальянцы применили тот же метод что и немцы то есть посылку блокада прорывателей значит три быстроходных пароход теплохода кальяно калатея и рамп-3 каждое размещение даже там для грузовых не размещения вместимость порядка 1200 тонн вот были переоборудованы для вот этого прорывания блокады 1 декабря первым вышел в море калина из неаполя через пять дней благополучно пришел на лирос противником даже не было обнаружено вот несмотря на имея в шее место в то время достаточно интенсивное движение греко-британских конвоев уже вот через индейское море прошел незамеченным незамеченным рейсы были продолжены до полной оккупации греции которое как известно случилось в апреле 41 года всего было совершено 13 таких рейсов доставлено более 16 тысяч тонн грузов без потерь совершенно для иллюстрации потерь итальянского торгового флота вот будем использовать табличку из книги известного историка стивена роскилла в инфографике мы это все привяжем вот общие потери итальянского флота за условно первые полугодия с июня по декабрь 40-го года вот составили 74 судна общим тоннажом порядка 166 тысяч тонн ну так прилично ну прилично да на самом деле если вот брать по каждой из причин там вроде бы цифры небольшие а вот в целом набегает хотелось бы обратить внимание на 10 судов ставших жертвами надводных кораблей значит из чего эта цифра складывается значит два судна в июне и 6 и 4 судна в декабре это результаты обстрела базе британский флотом а четыре судна в ноябре это вот тот самый набег как бы крейсеров да крейсеров все понемножечку все складывается кстати достаточно большие потери итальянский торговый флот понес на минах вот как мы в прошлом раз говорили на своих много погибло но в том числе и на британских постановках тоже жертвы были относительно небольшие потери были вызваны подводными лодками всего 10 судов ну а действиях подводных лодок мы расскажем ниже отдельно перейдем теперь британским коммуникациям кстати это этот сюжет наверное гораздо меньшей степени освещен таким как бы целом комплексно ну понятно что основной основным пунктом приложения усилий англичан по перевозке снабжения лет естественно являлась мальта как мы уже упоминали опять же забитая такая фраза получается в одной из предыдущих лекций каждая операция по проводке конвоев на мальту в этот период в общем-то являлась такой мощной операцией с привлечением главных сил средиземноморского флота и поэтому все конвои проходимые проводившиеся в этот период в общем-то вот они проходили в период таких операций ну вот тоже есть такая табличка операции мы ее в инфографике покажем буквально пройдемся по этап на значит вот сами операции по столбцам дата выхода конвоя дата прибытия на мальту или наоборот с мальты то есть пункт выхода пункт назначения количество судов и потери значит первая операция м опять два конвоя быстроходный тихоходный в итоге привела к сражению пункта стила следующий конвой мф-3 было проведен в ходе операции хэц это перевод надводных кораблей на усиление средиземноморского флота тоже у нас упоминался уже далее операция мб-6 тоже два конвоя быстроходный тихоходный привела к сражению у мыса пассеру когда было потоплен там итальянские эсминницы два миноносца одним крейсером айджекс далее операция колар это конвои мw4 и е4 привела к сражению мысль туалада операция мс2 было проведено четыре конвоя два с александрии на мальту два встречных сопровождалась обстрелом валоны британскими линкорами операция xs это проводка большого количества транспортов через все средиземное море там из гибралтара на мальту и в александрию и часть судов угодилась с мальты в александрию значит вот в общей сложности пять разрушенных конвоев можно сказать значит сопровождалась она проводкой трейсеров и тогда же был получил повреждение верности ластерис и был потоплен крейсерсом гемтон далее отдельные операции mc-8 и mc-9 это быстроходные конвои велись параллельно с проводкой конвои в греции вот кстати конвой mc-9 вообще не был замечен противником операция md-2 это небольшая по проводке быстроходного судна снабжения брэкон шир на мальту и вывода с острова транспортов закончивших разгрузку из состава предыдущих конвоев проводилась одновременно с операцией вот эта операция md-2 а одновременно проводилась операция md-1 уже упоминавшийся по обстрелу триполи главными силами британского флота далее операция temple это проводка транспорта пара комп на борту которого находился 21 карикен в разобранном виде транспорт шел в одиночку под испанским флагом но к сожалению подорвался на итальянское минимуме сабон и затонул это первая потеря понесенная британским торговым флотом вот в ходе вот этих всех операций из состава экипажа этого судна 18 человек погибло 47 добрались до французского берега туниса и были интернированы следующая операция md-3 это снова быстроходный транспорт снабжение брэкон шир и наконец операция tiger упомянутая в ходе вот между греческой и критской компаниями это проводка большого конвоя через все средиземное море и параллельно проводка двух конвоев из александрии на мальту вот в ходе также упоминал что один из транспортов также подорвался на миню и погиб ну в целом так умеренные потери прямо скажем просто умеренные я бы сказал небольшие всего два транспорта ну вот давайте цифры назовем всего из александрии на мальту было проведено 30 транспортов из гибралтара на мальту вышло 7 один из них погиб с мальты в александрию перешло 45 транспортов и два транспорта в гибралтар и того на мальту с разных сторон было направлено 37 транспортов прошло 36 с мальты выведено 47 транспортов и наконец сквозной переход из гибралтара в александрию совершало 5 транспортов из них погиб один молодцы англичане молодцы ну и здесь хотелось бы возобновить традицию, на которой мы несколько лекций пропускали, это сказать об одном из творцов вот этих всех многоходовых комбинаций британского флота. Каковым являлся тогдашний начальник штаба Средиземноморского флота контр-адмирал Элджернон Уиллис. Значит, товарищ восемьдесят девятого года рождения, младший Кайнер Хэма на шесть лет. На флоте, как водится, с пятнадцати лет. Первое звание получил в 1905 году, в 1910 был уже лейтенантом. Во время Ютловского сражения находился на борту легкого крейсера Фирлес, закончил войну в чине уже лейтенант-коммандера торпедным офицером на лидере Самарес. В межвоенные годы, значит, в 19-м году служил на Балтике, опять же, участвовал в операциях против Красного флота на лидере Олес. Был награжден орденом за выдающиеся заслуги. В двадцатом году на линейном крейсере Инаун участвовал в походе с принцем Уэльским по британским доминионам. Вот такой был там знаменитый поход, он обставлялся очень так в Австралию и Новую Зеландию. После этого, значит, Уиллис служит торпедным офицером минных сил Средиземноморского флота, то есть флагманскую должность занимает на крейсере Ковентри. Свой первый корабль под командование по получает достаточно поздно. В 1927 году, соответственно, ему было там 38 лет. Вот это был эсминец Орвик в составе Атлантического флота. В 1929 году получает чин Кэптона, позже заканчивает Иперский военный колледж, командует крейсером Кентлин, линкором Нельсон, возглавляет торпедное училище Вернон в Британии, командует далее линкорами Бархэм и Ореспайт. С февраля 1939 года возглавляет штаб Средиземноморского флота при адмирале Канинхеме. 5 января 1940 года получает чин Контрадмирала. Незадолго до начала крейсской кампании, как мы уже упоминали, переводится в Адмиралтейство. В августе 1941 года получает временный чин Контрадмирала, постоянный уже в 1943 году. С февраля по октябрь 1943 года командует знаменитым соединением Эйч, который, в общем-то, является уже к тому времени новым Средиземноморским флотом, уже превышедшим в западную часть моря. А затем до конца года как раз командует, ну, главнокомандующий военно-морскими силами Леванта, то есть отвечает за все восточное Средиземноморье. В начале 1944 года переводится в Адмиралтейство, до конца войны там остается. После войны уже в 1946 году занимает пост второго морского лорда. В октябре 1945 года получает чин полного адмирала. Два года, с 1946 по 1948, командует Средиземноморским флотом, уже после войны. И затем до выхода в отставку снова служит Адмиралтейство. Достойная карьера. Да, достойная карьера. Ну, такой, как бы, вроде бы и линкорами командовал, и крейсерами командовал, но вот свое, так сказать, истинное призвание, можно сказать, нашел в штабах. Такой достойный штабной офицер, вот автор многих таких сложно спланированных операций. Ну, это вообще такая фишка, свойственная англичанам, такое достаточно сложное планирование. Значит, в 1950 году, соответственно, в возрасте 1961 года, выходит в отставку. Скончался Уиллис в 1976 году в возрасте 86 лет. Ну, и перед тем, как перейти к дальнейшему описанию боевых действий, нужно упомянуть еще одну такую важную, важный, так сказать, комплекс операций для британского флота. Это переброска истребителей на Мальту. Конечно, да. Они ими занимались, такой деятельностью, начиная с лета 1940 года и аж до конца 1942. Ну, начнем с того, что в начале войны на Мальте из всех истребителей находилось ровно три гладиатора, ну, которые там известны под своими личными именами вера, надежда и милосердие. Почему-то не любовь. Да. Странно, да. Потому что не православные они. Да. Первые шесть хоррикейнов прибыли на Мальту 4 июня 1940 года, то есть на несколько дней до начала войны на Средиземном море. Это были истребители, которые направлялись своим ходом из Англии через Францию в... Ой, да, из Англии в Египет, через Францию и Тунис. Вот должны были там несколько заправок. Вот шесть из них осталось на острове. Таким же путем уже после начала войны, 18 июня, на Мальте оказалось еще 18 хоррикейнов. Да нет. 18 было направлено, на Мальте осталось шесть. Остальные так в Египет и улетели. Уже к концу июня 1940 года в связи с налетами итальянской авиации на Мальте осталось всего 4 боеспособных хоррикейнов и 20 гладиаторов. Что, в общем-то, ну, как известно, Мальту-то вначале держать-то особо не планировали. Оттуда же главные силы флота были выведены, там, плавучие доки. Но потом осознание того, что это ключевой пункт вообще для всех операций, послужило, так сказать, поводом для того, чтобы истребительную авиацию там начать наращивать и массировать. Совещание по тому, как это все будет делаться, прошло в Лондоне в середине июня. И, в общем-то, было решено задействовать для этого авианосца. Значит, как правило, эти операции проводились по следующей схеме. Значит, либо авианосец, либо транспортные суда с истребителями из Англии шли в Гибралтар. Далее, либо перегружаясь, соответственно, на авианосце, либо, если уже был авианосец, то, соответственно, соединение H выходило в море также. Доходя до крайней точки, из которой дальности полетов самолетов хватало до Мальты, производился старт. Значит, сначала в качестве навигационного сопровождения этим истребителям давались флотские самолеты, то есть, с этих авианосцев, которые там были, то есть, как правило, скилла, потом фульморы использовались. Табличку всех операций по доставке истребителей на Мальту будет приведена с начала войны до конца 1941 года. То есть, всего таких операций было 12. Было выпущено 361 истребитель. Мальты достигли 289. Вот, часть самолетов не долетала. Причем, опять же, да, как мы упоминали, в одной из операций вообще были очень тяжелые потери. Там, из 12 истребителей, там, ваших самолетов долетело только 4. Значит, где-то вот в середине 1941 года, в мае, вместо того, чтобы давать в качестве истребителей, в качестве штурмского сопровождения истребителей-совероносцев, была принята другая схема. Значит, когда, уже там, за несколько часов до старта истребителей, с Гибралтара взлетали бомбозировщики дальнего действия, там, Бланхейма в основном, и когда они появлялись над кораблями, значит, происходил статус истребителей, и потом эта кавалькада вся шла дальше на Мальту. Интересно, что вот те истребители, которые были задействованы в качестве навигационного сопровождения, они, как правило, потом на свои вернулись, так и не вернулись. Там их, как сказать, следы впоследствии находились в разных местах. Кто-то даже оказался в Александрии на борту Игла. Кто-то там летал с Мальты в качестве ночных, там, и разведчиков, ну, и так далее. В общем, значит, в общей сложности в Мальту достигло 289 Харикейнов, 7 Скьюа, 9 Фульманов, 4 разведчика Локи Хадсон и 33 бомбозировщика Бланхейм. Ну, так серьезно, перебросили. Да, в общем-то, вот за счет этого Мальта выстроила, так сказать, первый блиц 1941 года. Ну, в 1942-м там уже, естественно, будут спидфайры, самолеты другие, но, как бы, ход операции точно такой же. В общем, вот доставка этих истребителей дала повод адмиралу Каннинхэму, лично посетившему остров 20-22 декабря 1940 года, сказать, что Мальта находится в столь же боеспособном состоянии, как и в начале войны, значительно лучше защищена от атак с воздуха или от отторжения с моря, но по-прежнему имеет ряд серьезных недостатков. Вот о характере, собственно, боевых действий над Мальтой, которые начались с прибытием германской авиации, можно судить по тому факту, что на середину января на острове имелось всего 15 боеспособных Харикейнов, хотя еще 18 было доставлено из Египта в течение месяца. Ну, в общем, наверное, можно уверенно сказать, что без вот этой подпитки, благодаря поставкам авианосцами, Мальта, наверное, вряд ли смогла бы выстоять перед лицом налета германской авиации. И в 1941 году, и в 1942, в общем-то, в значительной мере спасение острова стало результатом вот этих вот самолетов. Переброшенных. Да. Ну, наверное, можно в заключении порекомендовать вот тем, кто хочет подробнее ознакомиться. Есть две книги Кристофера Шорриса, небезызвестных, там «Мальта. Год Харикейна» и «Мальта. Год Спитфайра». Ну, мы же вот, так сказать, вот эту обобщающую часть о действиях на коммуникациях предлагаем, наверное, завершить. И в следующий раз уже углубиться в действия подводных лодок. Что всем всегда интересно. Да, всем всегда интересно. Хотя коммуникация – это ключевое вообще. Ну, вот мы осветили, так сказать, характер. Он в течение первого года вот фактически был таким. А дальше будем уже наполнять, так сказать, такую костяк теоретически таким фактическим содержанием. Гораздо более интересными для обычных обывателей. Да, другой, да. Спасибо огромное. Как всегда, очень интересно. Всего доброго. Друзья, спасибо огромное вам. Особенно большая благодарность тем, кто поддерживает нас на платформе спонсор. Все наши ролики выходят только благодаря вам. До свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»